Подарили Сергею Лазареву вот такой меч Сделать себе хороший пиар, который человек сможет взять как некую инструкцию Визажисту пришлось очень сильно поработать, чтобы эти усы были не так сильно видны в кадре Супер предложение от эксперта, от нашего гостя Хочешь ли ты больше клиентов через медиа Интриги, скандалы, кто продюсирует Азаренок Со списком Forbes, например, о том, что нужны встречи И вообще, нужен ли миллион на пиар О конкурентах, о ваших бывших сотрудниках, это все будет записано При этом плохо говорит по-русски, но считает, что он хорошо говорит по-русски Доброго дня, с вами Мария Азаренок У меня для вас две новости Новость номер один С одним из роликов про пиар мы с вами попали в топ Яндекса по запросам И это говорит о том, что тема, мягко говоря, интересна вам и интересна всем Поэтому новость номер два Мы искали героя, который является практиком в пиаре У которого есть реально большое количество интересных кейсов Который понимает пиар не только как работу СМИ, но гораздо глубже И, наконец-то, сегодня мы сняли с ним целые выпуски Итак, представляю вам нашего героя Инна, как давно ты в теме пиара? Как давно ты на рынке? Я работаю в агентстве пиар-партнер 15 лет Это агентство, которое я создала Если рассматривать пиар широко, то есть не только брать работу с блогерами и с медиа А вообще как маркетинг, да, брать пиар То, да, работая в агентстве, я работала внутри компании, получается, где-то лет 5 Вот, поэтому примерно 20 лет занимаюсь этой темой Отлично Вот давай простым языком для микро-малого бизнеса, самозанятых предпринимателей Что такое пиар? Потому что часто говорят, пиар равно СМИ Но это же не так Итак, что такое пиар? Когда говорят о пиаре, то говорят о том, что пиар — это связи с общественностью Кто это самая общественность? Потому что когда мы работаем с конкретной аудиторией, у нас нет никакой общественности У нас есть конкретный Вася, Оля, Петя и так далее Да, поэтому общественность, как правило, в пиаре несколько аудиторий выделяют Первое — это инвесторы Поэтому хороший пиарщик, он может помочь найти инвестора Например, выпуская финансовые новости, пресс-релизы Делая встречи с инвесторами, то есть просто договариваясь со списком Forbes, например О том, что нужны встречи Второе — пиарщик, он работает с чиновниками Это кусок government relations Если вам нужно какие-то проекты делать с органами власти, этим тоже занимается пиарщик Третье — пиарщик работает с медиа Потому что через медиа вы можете решить свои бизнес-задачи Например, по поиску сотрудников, по поиску тех же самых инвесторов То есть медиа — такой очень интересный канал С помощью которого можно сразу достучаться до нужной аудитории Ну и самое главное — до клиентов достучаться через медиа Четвертое — пиарщик работает с сотрудниками и их семьями Потому что зачастую сотрудник хочет уйти из компании А ему жена говорит, знаешь, там очень все хорошо, там стабильно, там классные корпоративы Давай ты никуда не будешь уходить Поэтому пиарщик хороший, он работает не только с сотрудниками, но и с их семьями Ну и последнее — иногда еще говорят о том, что пиарщик работает с партнерами по рынку Это так называемые конкуренты или это те, кто помогает продавать ваш товар Допустим, для системных интеграторов их партнерами являются вендоры Для тех, кто продает автомобили, их партнерами являются страховые компании Для тех, кто строит дома, их партнерами являются риэлторы Потому что дома напрямую, как правило, девелоперы сами не продают И пиарщик хороший, он работает со всеми этими сегментами, а не только с медиа Но почему, как ты правильно сказала, что всегда говорят, что пиар — это работа с медиа Потому что большинство пиарщиков занимаются только работой со СМИ, средствами массовой информации И это просто сказать, что ты делаешь, я размещаю публикации в газетах и журналах Все сразу понимают, о чем это Слушай, ты сейчас уже расширила мне видение относительно того, что делать пиарщик То есть, по сути, вы вот этот весь спектр работ обеспечиваете? Да, то есть, когда приходит клиент, мы у него спрашиваем, какие у него бизнес-задачи, бизнес-цели Если у него цель продавать больше, мы будем делать ему, к примеру, публикации в глянце Или мы будем делать ему выходы у YouTube-блогеров Потому что нам, по сути, самое главное — это то, что хочет клиент А дальше, исходя из этих бизнес-задач, мы уже смотрим, какие каналы ему подходят Если он хочет инвесторов искать, мы, может быть, просто точно пойдем, выберем список бизнес-ангелов И будем с ними встречаться, организовать встречи Это тоже работа пиарщика Слушай, как интересно Хорошо, ну вот ты сейчас говоришь, мы отдельно обязательно обсудим как раз ваших клиентов кейс Это очень интересно посмотреть за кулиси этой работы А вот сейчас микро-малый бизнес, да, или самозанятые, или стартаперы Вот есть такое мнение, что пиар — это очень дорого, это когда-то потом Чем пиар может быть полезен именно компаниям, у которых нет миллиона на пиар? И вообще нужен ли миллион на пиар? Смотри, на самом деле к пиарщикам приходят, когда у тебя даже есть относительно небольшая сумма Допустим, у нас есть такой клиент, это компания Artgrani Эта компания занимается производством сувениров и находится в области, да, то есть она не в Москве находится И эта компания, она просто производит сувениры, которые могут купить достаточно богатые люди Что мы делаем для них? Для них мы выпускаем пресс-релизы, стоимость одного пресс-релиза — это 45-50 тысяч рублей То есть, в принципе, это небольшая сумма И потом эти пресс-релизы очень хорошо расходятся в медиа Почему? Допустим, когда Сергей Лазарев выступал на Евровидении, эта компания придумала, мы вместе с ними придумали, что мы вручим ему меч Короля Артура Они реально изготовили меч Короля Артура из серебра, покрыли его золотом и вручили Во-первых, Сергей Лазарев у себя в аккаунте об этом написал Во-вторых, это прямо случилось на его концерте, поэтому это было в YouTube, это было везде И потом мы выпустили пресс-релиз о том, что умельцы подарили Сергею Лазареву вот такой меч Упомянули там название компании, как они этот меч выковывали И об этом пресс-релизе, об этой новости написало 150 медиа, в том числе первый канал, второй канал и так далее То есть, а на самом деле компания за все это заплатила, ну, на тот момент это было 45 тысяч рублей Подожди, а как они вышли на Сергея Лазарева, чтобы подарить ему меч? Через продюсера Вот как у тебя есть продюсер, так же у Сергея Лазарева есть продюсер То есть, мы написали в Instagram этому продюсеру, связались, говорим, мы хотим вам меч вручить Вот этот меч Короля Артура, это песня, с которой Сергей Лазарев выступал на Евровидении И прямо фотографию ему прислали, что мы уже сделали этот меч, это, понятно, была 3D-проекция Он такой, о, здорово, давайте Мы говорим, ну, мы хотим, конечно, фотографию с Сергеем сделать, может быть, на концерте это как-то можно вручить Он говорит, да, пожалуйста, давайте То есть, мы встречаемся с клиентом, обсуждаем, что можно сделать Слушай, вообще прям интересно, кстати, маленькая ремарка У меня нет продюсера, у меня есть продюсер-канал, это важно А это пойдут, знаете, интриги, скандалы, кто продюсирует Азаренок Хорошо, сегодня в Instagram постоянно всем людям, у которых есть хоть какое-то понимание движения куда-то вперед Приходят разные предложения Разместим вас в Forbes за x рублей Вы получите выход на Первом канале, купите у нас пиар Закажите, ну, такая вот эта спамерская рассылка, много сталкивалась таких? Да, конечно, нам клиенты даже зачастую пишут, вот вы, к примеру, выпускаете пресс-релиз за 45 тысяч А мы-то получили в Instagram предложение за 15 тысяч рублей выйти на Первом канале Вот, что вы об этом скажете? Что вы скажете об этом? Официально скажите, пожалуйста Да, я могу что сказать, переводите свои деньги там на карту Сбербанка тому, кто это, да И пусть этот человек перед Новым годом порадуется, что ему дополнительные деньги придут Но это, конечно, полная чушь, потому что если мы посмотрим на рекламные расценки У коммерсанта, например, полоса начинается с агентскими скидками от 750 тысяч рублей Соответственно, у Космопольдена полтора миллиона стоит полоса Поэтому, когда вам предлагают на бесплатной основе там выйти гарантированно, да То, как правило, это, ну, просто какой-то развод на деньги Когда это может быть правдой? Да, это когда какой-нибудь фрилансер сидит У него большая база журналистов Он очень хорошо, очень долго работает То есть, по сути, является пиарщиком И у него слетел какой-то клиент, по которому он уже договорился Что этот клиент придет на эфир или выпустит колонку в медиа И тогда он может поставить замену Но я очень сомневаюсь, что он будет делать это за 15 тысяч рублей Вряд ли рассылать директ тем, кому попало Это 100%, потому что это точечная работа То есть, например, если мы хотим получить публикацию в Мэнс Хеллф Вот у нас сейчас вышел наш клиент, компания Лав Супер Спорт Они занимаются, это школа для взрослых разных видов спорта И вышла их публикация в Мэнс Хеллф Но мы про эту публикацию договаривались с медиа заранее То есть, мы сделали обзор книг о спорте, которые обязательно надо прочитать ТОП-5 книг И дальше с редакцией об этом договорились Для этого нам нужно было прочитать эти книги Написать рецензии на эти книги Дальше договорились с редакцией И редакция ждала конкретно, что спикер «I love super sport» напишет об этих книгах Чтобы сделать замену, это мне нужно найти человека Который тоже занимается спортом Который в спортивной школе Это не так просто Если я предложу человеку, который занимается диванами Сделать публикацию в Мэнс Хеллф о спорте Мне редактор просто скажет «Ина, ты в своем уме, это же ненормально Зачем мне этот человек» по производству диванов Зачем он будет писать о спорте Он не эксперт Хорошо, ну вот смотри Вернемся к теме, что для многих представителей Небольшого бизнеса У которых нет своего, собственно, пиар-отдела А у многих даже нет пиарщика То есть есть, образно говоря, маркетолог Вот ты работаешь в компанию Есть маркетолог И вот они такие Так, пиар, пиар, пиар Можешь сказать, вот как правило Некой безопасности Или, может быть, правило Что такое делать себе хороший пиар Который человек сможет взять Как некую инструкцию Может быть, раз, два, три Здесь очень важно понимать Зачем он нужен И, как правило, люди говорят о том Что им не хватает экспертности То есть они говорят Что когда наши клиенты Начинают нас искать К примеру В гугле или в яндексе То о нас ничего не выходит Кроме нашего сайта И было бы здорово Если бы несколько блогеров Известных Или, например, несколько медиа О нас что-то написали Тогда самый безопасный способ Это делать комментарии То есть Как, например, я к тебе пришла на эфир Точно так же можно прийти к блогеру на эфир А можно дать комментарии в медиа То есть когда медиа пишет большую статью А вы в эту статью только комментарии даете Ваша прямая речь Это достаточно безопасно И вы можете получить публикации И вы будете Ваша компания будет в этих публикациях фигурировать Вы здесь ничем не рискуете Потому что по факту Вы не договоритесь о больших публикациях Вы просто договоритесь о небольших фресках Так, первое правило Еще Еще правило Это что журналистам мы не говорим То, что мы не хотим Чтобы было опубликовано Ну, журналисты, как правило Это люди, располагающие к себе И они считают, что журналисту я все скажу А потом, если что, я ему позвоню Он все вырежет Если у нас камера пишет Она пишет все Соответственно, если вы плохо говорите О конкурентах О ваших бывших сотрудников Это все будет записано И, скорее всего, это все выйдет в эфир То есть неплохо контролировать То, что вы говорите И не рассчитывать Что журналист такая подружка Которая потом все мило уберет Если журналист делает публикацию На бесплатной основе То есть, грубо говоря Мы журналисту за контент не платим Он приходит к нам, потому что у нас есть Интересное содержание какое-то Мы с ним делимся трендами, тенденциями Что-то ему интересное, полезное Рассказываем Не только для этого конкретного журналиста Но и для его целевой аудитории Для тех, кто его читает И получается, что все, что мы ему скажем Он все это запишет Поэтому надо быть готовым к тому Что говорить классно По делу Цифры, факты приводить И при этом контролировать то, что ты говоришь Чем отличается работа над пиаром личности? Да, потому что все-таки глобально Я ментор по личному бренду Занимаюсь этими стратегиями От пиара компании Вот какие ты видишь отличия здесь? В пиаре компании у тебя есть продуктовый пиар У тебя может быть несколько продуктов И ты их можешь пиарить отдельно Вне зависимости от того, есть у тебя спикер или нет Допустим, возьмем банк У банка есть разные продукты Это и ипотека, и депозиты и так далее Для того, чтобы пиарить депозит или ипотеку Мне спикер не нужен Я могу вообще без него обойтись И, в принципе, когда я беру ипотеку Мне все равно, по большому счету, кто Председатель банка, допустим Председатель правления Когда ты пиаришь личность У тебя упор делается на образ этой личности На ценности этой личности Когда, к примеру, я беру кредит Мне, в принципе, обращаю внимание на кредитную ставку Мы брали кредит на офис пиар-партнер Сбербанки Я смотрела по ставкам Я не смотрела, нравится мне Герман Греф Или не нравится Потому что для оплаты кредита Это не является критерием Но когда я иду, к примеру, в коучинг У меня есть коуч, я с ним работаю Или ментор Мне очень важно по ценностям совпадать Мне важно, как этот человек выглядит Что он говорит Каким темпом речи даже он владеет И так далее И поэтому в пиаре именно компании Очень большое значение имеет продуктовый пиар Можем пиарить продукты И вообще не обращая внимания на личности А когда у тебя личность Ты не можешь ее просто Игнорируя ее какие-то внутренние аспекты Заниматься ее пиаром Ты сталкивалась с тем, что ты как пиарщик Видишь, что у человека У него есть ТЗ, как он хочет И есть человек И это не совпадает Да, да Слушай, ну недавно у меня было такое На ютуб канале Ко мне пришла девушка Которая была с усами Она пришла с пиарщицей, понимаешь? В смысле, какими усами? У нее были усы у девушки И мне было... Слушай, настоящие растущие усы? Настоящие растущие усы Ну... Она провокатор какой-то? Нет, нет Она просто, видимо, считает, что это окей Вот, и она пришла с пиарщицей То есть ее пиарщица, видимо, тоже считает это окей Знаешь, сейчас все супертолерантные И очень поэтому сложно этот кейс обсуждать Потому что не хочется никого обижать Но реально визажисту пришлось очень сильно поработать Чтобы эти усы были не так сильно видны в кадре И все равно они были видны И когда мы выложили ролик Некоторые люди спрашивали Почему у нас спикер с усами? А что я могу сделать, да? То есть я не ее пиарщик А ниша какая у нее? Потому что все сейчас пошли гуглить женщину с усами Она в сфере B2B работает Она не продает себя И для нее, видимо, не является принципиальным Только она выглядит Такой был своеобразный опыт На самом деле часто бывает такое Что человек хочет определенного чего-то Что не очень совпадает с тем, что надо Например, иностранец хочет прямой эфир Хочет на РБК ТВ При этом плохо говорит по-русски Но считает, что он хорошо говорит по-русски Когда мы отправляем его синхрон в РБК ТВ Они говорят, мы это не возьмем Потому что эфир Просто люди уйдут из эфира, когда будут его слушать Он говорит, нет, я прекрасно говорю по-русски Я хочу в эфир Но мы здесь, как пиарщики Мы такая прослойка получается Между медиа, блогерами И между нашими клиентами И, разумеется, мы учитываем Что нам медиа и блогеры говорят Потому что если медиа говорит Я не возьму этого клиента в эфир Он плохо говорит, я не могу клиенту сказать Знаешь, все отлично Мы все равно уйдем в эфир Хотя все уйдут с эфира Никто тебя слушать не будет Очень интересные кейсы А были ситуации, когда у человека реально Ты понимаешь, что для него это не будет То есть он настаивает А ты понимаешь, что это не будет полезно даже Клиенты приходят с какими-то идеями Ну да Да, знаешь, мы руководствуемся тем Что мы смотрим на долгосрочные цели То есть мы не смотрим на то, что хочется клиенту прямо сейчас И иногда бывает, что клиент не озвучивает свои реальные цели Например, к нам пришел топ-менеджер IT-компании И говорит, я очень хочу попасть в глянец Я очень хочу ходить по всяким тусовкам А-ля GQ, Men's Health, Cosmopolitan Мы долго не могли понять Потому что это IT-компания, это B2B-сегмент Причем здесь глянец Вот оказалось, что он хотел жениться Вот у него была такая цель И он так понял, что очень много красивых девушек Которые ходят на эти тусовки И почему бы там не найти себе жену И, кстати, он нашел себе жену Но эта цель, она не была нам сразу озвучена То есть нам просто сказали Вы знаете, мы хотим как компания IT Очень выходить на фэшн-сегмент Жену на тусовке нашел? Вот, нашел, да Придя, ну в итоге вы ему докопались Докопались, да Но ты знаешь, у нас это заняло время Потому что мы сразу не могли врубиться Зачем ему нужен фэшн То есть потому что, если брать IT-компанию И брать ее конкретные услуги Вот этой компании И сегмент ее клиентов То фэшн там занимал 0,3% от всего оборота И когда мне клиент говорит Нам нужно пиариться в фэшн Я понимаю, окей, это 0,3% оборота И нет исследований, что этот сегмент будет расти А на первом месте у него, например, ритейл Где он реально делает деньги Где он делает 60% оборота И я ему говорю, слушай, давай делаем упор на ритейл Потому что это все деньги приносит Он говорит, не, мне ритейл сейчас не надо Мне вот там, у меня фэшн там 0,3% Вот я хочу туда идти Я сразу не могла понять Ну, потом я поняла через какое-то время Хорошо Как мне понять Готова ли я к пиару Вот событийному, там, СМИ и так далее Или нет Вот на данной стадии развития моего бизнеса Смотри, надо проанализировать Есть ли у тебя цели, которые связаны с этими аудиториями Которые мы обсуждали То есть хочешь ли ты инвестора себе привлечь Хочешь ли ты какие-то вопросы решить Чтобы тебе, например, город дал в аренду помещение И оно было по очень низкой ставке По очень низкой цене То есть работа с чиновниками Хочешь ли ты больше клиентов Через медиа привлечь Через блогеров Хочешь ли ты каких-то партнеров найти Чтобы они сами на тебя вышли Вот, если у тебя есть такие задачи То ты, да, ты можешь прийти к пиарщику И он их будет решать Кстати, мы можем с тобой сделать следующее К примеру, те, кто тебя смотрят Они могут описать в своей компании Какие у них кейсы Какие у них бизнесы И что они собираются делать, чтобы продвигаться И я в комментариях, к примеру, могу ответить Надо ли им это Есть ли кейсы в пиаре подобные Их бизнес Слушайте, у нас только что с вами Супер предложение от эксперта От нашего гостя Инна готова прочитать в комментариях Ваш кейс про ваш бизнес Вам нужно коротко рассказать Что у вас за ниша Какое у вас сейчас дает продвижение И Инна, исходя из этих данных Даст вам ответ Я правильно поняла? Нужен пиар или не нужен На данном этапе развития компании Да, и что можно использовать? Например, пресс-релизы, комментарии Может быть, блогерам пойти на эфиры Друзья, ставьте лайк Пишите комментарии Ждите обратную связь Сразу хочу предупредить Что это предложение действует В течение какого периода? А то, знаешь, через два года напишет Я буду Инна Да, кстати Комментарий прилетел Двух недель давай сделаем Две недели с момента выхода ролика Это ваш шанс Но лучше сделайте это сегодня Прямо сейчас Не откладывая в долгий ящик А следующий ролик с нашим экспертом Будет про тренды в пиаре И мне самой очень интересно Какие сейчас тренды Делитесь роликом Благодарю вас Увидимся через неделю